МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире седьмого новости. И, как всегда, в это время мы подводим информационные итоги дня. В студии для вас работает Лесь Татар. Здравствуйте. Сегодня вы увидите. Одессу посетила посол Франции Изабель Дюмон. Нужно, чтобы бизнес-климат был хорошим. Одесса не в топе. В Киеве назвали лучших мэров-инноваторов Украины. Житомир будет первым городом в Европе, который полностью перешел на светодиодное освещение. В городе стартовал фестиваль для детей с инвалидностью рандеву у мамы. Это очень важно для детей, которые с особыми потребностями. А теперь об этих и других событиях более подробно. Дом приемов Одесского горсовета снесли. Речь идет о здании на Гагаринском плато-4, которое в апреле 2016 года город сдал в аренду частному предприятию «Дофин». Его учредитель, зарегистрированная в Берлизе компания «Гилмор Шиппинг Лимитед», год назад депутаты разрешили частному предприятию выкупить здание и заключили с ним договор. Вместе с домом приемов «Дофин» получил его землю площадью в 1,6 гектаров. Сам участок арендовали за 400 тысяч гривен в год. Подозреваемого в убийстве матроса ВМС оставили под стражей. Суд продлил меру пресечения для мужчины, которого обвиняют в убийстве по неосторожности. Напомню, трагедия случилась в селе Егоровка. Здесь 11 августа был найден мертвым матрос Арслан Шейхов. Предположительно, после поездки со знакомой мужчиной на машине следствие продолжается. Следователи прокуратуры завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт на бывшего руководителя Одесского СИЗО. Напомню, за служебной халатностью начальства еще в августе этого года заключенный убил сотрудницу пенитенциарного заведения. По данным прокуратуры, на объекте была ненадлежащая организация службы и плохой контроль режимных требований. Это и позволило арестанту беспрепятственно совершить убийство. Отмечу, заключенный жил на хоздворе и имел доступ к колюще-режущим предметам. С вещами на выход. В Суворовском суде состоялась акция против четырех судей, на которых открыто производство. Их обвиняют во взяточничестве. Представители иллюстрационной комиссии хотели лично встретиться с блюстителями закона, но те, как утверждают активисты, покинули свои рабочие места. На два часа было назначено у всех судей, в этом суде было заседание. На два часа. Мы так сделали, что сегодня более 50 человек приняли участие в нашей акции. Людей, которым не безразлично. Судьба имиджа судовой влады в Украине. И тем не менее, сегодня судья Шепетко, Лупенко, Бобовский, Поздняк были на месте в два часа. И каким-то чудом исчезли из залов заседания. После двух часов в 2.30 следующее заседание, в 3.30 следующее заседание. У каждого из них еще по три заседания. Но сегодня мы видим, сегодня ни одно заседание проведено не было. В люстрационной комиссии намерены каждый день приходить в Суворовский районный суд. Обещали приносить с собой плазму. На ней будут демонстрировать видео, на которых есть доказательства взяточничества. Днем мускомедию оцепили взрывотехники. По их сведениям, в здании обнаружили взрывчатку. Всех работников театра успешно эвакуировали. Как оказалось, это учебная тревога, о которой в учреждении знала только директор. Так она оценивает готовность персонала к чрезвычайным ситуациям. Мы должны быть готовы во всеоружии, для того, чтобы избежать жертв. Очень многие действия сегодня наших сотрудников оказались совершенно правильными. И обнаружили, и вовремя сообщили, и правильно все сообщили. Так что все машины приехали по тем адресам, по тем позициям, которые были самые неплохие. Сегодня в Киеве назвали пять лучших мэров Украины, которые внедряют инновации в своих городах. За небольшой промежуток времени им удалось попрощаться с советским наследием и по-настоящему войти в Европу. Так кто же они лучшие мэры и новаторы? Ответ на этот вопрос узнаете в следующем сюжете. Украинские и зарубежные эксперты оценивали города с населением до полумиллиона человек. И лучшими, по мнению жюри, стали Винница, Тростенец, Вознесенск, Долина и Житомир. Перед этим была названа двадцатка лучших мэров-инноваторов Украины. Увы, ни один из городов Одесской области не вошел в топ-20. Сегодня на международном саммите мэров у каждого финалиста была возможность рассказать о том, каких успехов удалось достичь. Житомир, к примеру, стал первым в Украине городом, где проезд в общественном транспорте можно оплатить банковской картой или через мобильное приложение. В Житомире 40% освещения города переведено на светодиодное освещение. И за следующий год мы собираемся полностью закончить этот проект. И надеюсь, Житомир будет первым городом в Европе, который полностью перешел на светодиодное освещение. Есть чему похвастаться и еще одному финалисту – мэру долины Ивано-Франковской области – Владимиру Горазду. Долина – нефтяной город, однако власть понимает, что природные ресурсы не бесконечны. А потому ищет возобновляемые источники энергии, которые к тому же сохранят окружающую среду. Отдельно следует сказать и о Мариуполе, который, как и Одесса, также расположен у моря. Здесь команде мэра Вадима Бойченко, несмотря на войну на Донбассе, удалось в три раза уменьшить уличную преступность. Все благодаря установке видеокамеры, внедрению инновационной программы, скопированной у Лондона и Сингапура. К слову, нововведение позволило Мариуполю войти в десятку самых безопасных городов Украины, а за 2017 год в городе произошел лишь один угон автомобиля. И то в течение суток дело было раскрыто. Мы также разработали мобильное приложение, которое по сути сегодня является тревожной кнопкой. То есть сегодня, зарегистрировавшись на данной платформе, включив геолокацию, у вас в кармане есть мобильный телефон, вы можете нажать на эту тревожную кнопку, и сразу автоматически эта информация попадает на линию 102. И соответственно к вам едут уже на помощь. Добавим, что лучшего мэра-инноватора Украины назовут в конце года. Голосование стартует в следующую среду, 6 декабря, на сайте издания «Украинская правда». Екатерина Лапицкая, Богдан Красавцев, Юрий Юрченко, Седьмой канал. Посол Франции Изабель Дюмон в Одессе. Вместе с французскими предпринимателями она обсуждала перспективы развития бизнеса в нашем городе. По мнению посла, для привлечения инвестиций в Одессу городская власть должна улучшать бизнес-климат. Для того, чтобы все эти красивые и очень важные проекты в них можно было внедрить, нужно, чтобы бизнес-климат был хорошим, нужно, чтобы деньги были, и нужно, чтобы инвесторы почувствовали, что действительно можно будет это делать. Франция – это работодатель номер один в Украине. Сейчас на территории нашей страны находятся около 160 компаний. Мы очень видим потенциальное развитие на всей территории Украины. У нас много членов французских компаний, которые везде в Украине работают. И мы уже много знаем по поводу Одессы. Но чтобы правильно понимать, какие перспективы есть, надо на место приходить. По мнению иностранной делегации, в Одессе прежде всего необходимо заниматься инфраструктурными и энергосберегающими проектами. Без права на торговлю и с надеждой на честность. Продавцы с привоза бьют тревогу. Сначала их выселили с рабочих мест из-за реконструкции подземного перехода, а сейчас обвинили в захвате территории и незаконной торговли. О поисках справедливости и обещаниях данных в мэрии людям смотрите далее в сюжете. Этот подземный переход ведет от железнодорожного вокзала к привозу. На протяжении многих лет здесь работают люди. Они платят налоги, арендную плату и для многих это единственный способ прокормить семью. Но недавно им сообщили о том, что переход закрывается на реконструкцию. И дали семь дней для того, чтобы покинуть территорию. Сообщение шокировало людей. По их словам, за торговые точки они заплатили наперед и почти все деньги вложили в товар. Никакой альтернативы, кроме аренды земли под открытым небом, за баснословную сумму в администрации привоза им не предложили. Я не знаю, что со мной будет. Все, работы нет. У меня пенсия 1338. Все. А молодых и этого нет. Что им уже делать? Так это, я даже не знаю. Куда идти? Мы хотим кушать. У нас здесь пенсионеры. Малоимущие. Пенсию вы сами знаете, какая у нас. Пенсии еще у людей тоже нет. Работы нет. Отсюда мы уйдем куда? Под альфатор? Или лечь нам на рельсы? На диалог в администрации рынка не шли. Ссылают, что указание поступило из мэрии. Вот вы пришли сюда, правильно? Да. Пойдите в горсовет и спросите там. Так они претенду не предъявляют. Претенду предъявляйте вы. Нет, подождите, одну секунду. Мы пойдем в горсовет. На основании какой информации? То есть вы же сообщили людям о том... Это коммунальная область. Ну я понял. Мы не распоряжаемся коммунальной областью. Я понял. После митинга у стен горсовета чиновники обратили внимание на проблему людей. И пообещали, что до конца января они смогут доработать в переходе и распродать товар. Мы были на Думской площади. Мы разговаривали с представителем торговой палаты. Нам сказали до Нового года, стойте вас, это решение Труханова. Это так. Договаривались с Трухановым, нам передавали то, что это доносилось ему и передавалось нам. По словам Надежды, обещание городской власти немного успокоило назревающий конфликт. Этот компромисс дает время найти альтернативные заработки, хоть немного заработать перед уходом. Но после аппаратного совещания 27 ноября, где мэр назвал их захватчиками, доверия осталось меньше. Подземным переходом невозможно пользоваться, который ведет от Саросевной площади, к общепной ряд, к привозу. Предупредили, те, кто ведет там торговлю, захватили, по сути, этот подземный переход. О том, что мы будем наводить там порядок и сделаем это действительно подземным переходом. А не там, то, что сейчас там, в том виде, в котором мы начались выглядеть. Права людей отстаивают в Комитете по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в Одесской области. По словам зампредседателя организации, он лично вел переговоры с городской властью, и те пошли людям навстречу. Какое-то недоразумение выходит. Нам, именно к городской власти, мы и обратились, конкретно к Труханову, о том, чтобы он решил этот вопрос. И он пообещал, и люди спокойно здесь находятся, потому что до Нового года обещали никого не трогать. Кроме того, члены комитета отправили запросы на предоставление информации о собственнике этого подземного перехода, планируемых здесь в ближайшее время работах и дальнейшей судьбе территории после ремонта. Однако ответы они пока так и не получили. Надежда Бондаренко, Евгений Руденко, 7 канал. Свободные деньги из городского бюджета опять положат на депозит. В этом году средства держали в двух государственных банках. Размещать их можно будет только после проведения конкурса. Значит, в этом году у нас решение было до 600 миллионов. Мы предлагаем до 700 миллионов, но это не говорит, что это будет 600 или 700. Это будет по факту наличие временно свободных средств. Отмечу, уже сейчас прибыль городского бюджета от депозита составляет около 70 миллионов гривен, тем не менее в мэрии планируют взять два кредита. Миллиардные от ЕБРР и от Укргазбанка, но суммы еще не определились. В Одессе состоялась ротация бойцов батальона «Шторм». 35 военнослужащих отправились в город Бахмут в Донецкой области. Через два дня из зоны АТО вернутся их сослуживцы. За старые заслуги военнослужащим вручили грамоты, награды и медаль от президента Украины. В зоне боевых военных действий военные проведут два месяца, после чего состоится очередная ротация. В наши обязательства входят контроль автотранспорта, контроль переверки документов людей, виявление членов незаконных бандформирований, также людей, которые перевозят, скажем так, из района боевых действий боеприпасы, оружие. Мы это все получаем, передаем або в органы СБУ, або оперативным группам по районам, где мы находимся. Не теряйте надежду. В Одессе прошел благотворительный аукцион, средства с которого пойдут на помощь семьям украинских военных, попавших в плен на востоке страны. Подробнее расскажет наш корреспондент Назар Бурхан. Отец Дениса и Настя попал в плен при выходе из так называемого «зеленого коридора» в Иловайске в 2015 году. Уже более трех лет семья военного пытается связаться с мужчиной, но безрезультатно. Ну, обратились мы до влады все инстанции, и военно-прокуратури, и ВСУ, и СБУ, и до президента, до премьера, до Дишнего Яценюка. Таких историй сотни. Семьи заложников пытаются найти родных и как-то им помочь. Поиском присоединяются и те, кто на собственном примере почувствовал все тяготы плена. Этого мужчину зовут Владимир. Оставшись без рук, военный около года провел в заключении у боевиков. Ну, поначалу, когда человек попадает в плен, его для психологического давления он содержится в очень плохих условиях. Мне дали только старую вонючую подушку, матрас и все. Вот это все, что мне дали в тюрьме. Ни кружки, ни тарелки, ни ложки, ни полотенца, ни наволочки. То есть там приходилось как-то так договариваться с окамерниками, с соседними камерами. Несмотря на пройденный ад, Владимир вместе с своей женой и общественной организацией Брэгэня проводят благотворительные аукционы по всей Украине. Каждый желающий может купить керамические изделия, книги, картины и другие экспонаты. А все вырученные деньги пойдут на помощь семьям заложников. Данным именно мероприятием преследуем цель собрать деньги, чтобы оказать помощь гражданским, семьям гражданских пленных, потому что они не получают никаких выплат от государства. Семьям, у которых болеют очень сильно родные. Сейчас, к сожалению, за определенный период появились больные онкозаболеваниями. Помимо неравнодушных одесситов на аукцион также пришли и молодые курсанты. Я узнал, что этот захид спрямован на то, чтобы допомогти этим людям, нашим патриотам, которые там сейчас находятся, в застенках Луганского или Донецкого СИЗО. Им нужна допомога. Им нужно показать, что они не забудут. Мероприятие проходит уже в пятый раз. Организаторы утверждают, несмотря на тяжелую ситуацию в стране, украинцы поддерживают инициативу и помогают семьям заложников войны. Назар Бурхан, Игорь Казанжи, Седьмой канал. В Одессу с дружеским визитом прибыл американский эсминец Джеймс Вильямс. Он пришвартовался на 16-м причале Одесского морского порта и пробудет там до 2 декабря. На борту корабля установлены ракеты и вертолет. Командование ВМС Украины расценивает визит как поддержку со стороны США. Отмечу, к нам миноносец прибыл из Стамбула. Он должен был пришвартоваться в порту еще вчера, но из-за сильного шторма корабль не смог подойти к берегу. Творчество и полет фантазии. Несмотря на диагноз, в Одессе начался фестиваль для детей с инвалидностью «Рандеву у мамы». На мероприятие приехали солнечные дети со всей Украины. Они показали зрителям все свои таланты. Первый фестиваль «Рандеву у мамы» стал настоящим праздником для особенных деток и их родителей. Они очень хотят доказать миру, что могут петь, танцевать и зажигать публику, как настоящие артисты. Для семей особенных деток это редкий шанс отвлечься от повседневных проблем. Увидеть своего ребенка в другой роли. Они громче всех аплодируют и горячо поддерживают каждого юного артиста. Мария Григорьевна пришла на концерт с дочерью. Она – мама солнечного ребенка с синдромом Дауна. Здесь пока в роли зрителей и очень довольны концертом. Я очень рада. Хотя бы это первый раз мы на таком фестивале. Но я очень рада. Спасибо организаторам. Это очень важно для детей, которые с особыми потребностями. Тут это нечасто. Можно пойти в какой-то театр. На фестиваль в Одессу приехали свыше 60 участников. В том числе дети из других городов. Для них занятие творчеством – своеобразная арт-терапия, которая помогает развиваться и добиваться своих целей. Ребята живут ожиданием праздника. Рисуем, танцуем, поем песни. У меня образ оловянного солдатика. Для меня творчество означает фантазия. Фантазировать, думать, придумывать. В числе организаторов фонд «Солнечные дети». Его представители уверены, что благодаря фестивалю их подопечные поверят в себя. Он посвящен творчеству людей с инвалидностью. Показать, что ничего нет невозможного. И что люди с инвалидностью тоже могут танцевать на таких сценах в театрах. То есть хоть они с инвалидностью, но они тоже и танцуют, и поют. И показать всем, что инвалидность – это не приговор. Наглядный пример, что с инвалидностью можно жить и побеждать – Наталья Беспалова. Девушка – мастер спорта по танцам на коляске. Призер многих международных конкурсов. На сцене она грациозно танцует вальс и, кажется, парит в воздухе. То, что я пришла, начала заниматься танцами, это был такой момент, который вытащил меня после депрессии, после травмы. А вообще каждый приходит по-разному. Кто-то что-то услышал, кто-то целенаправленно пришел в танцы. Это творчество, это полет, который отвлекает от серых будней и заставляет постоянно думать, мечтать, фантазировать. Маленькие артисты очень стараются, ведь каждое движение им дается намного сложнее, чем здоровому человеку. Но их глаза горят, ребята в восторге от сцены. Все, что им нужно – это вера и поддержка других людей. Татьяна Зарубина, Алексей Филиппов, 7 канал. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Следить за новостями седьмого канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, то звоните нам по телефону редакции 726-3226. Я с вами прощаюсь. Завтра с новостями Одессы и области вас будет знакомить мой коллега Игорь Буренко. А вы оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш седьмой канал.